Да, всем еще раз доброго воскресного утра, у кого дня, надеюсь, у вас сегодня хорошая погода. Сегодня с вами поговорим про реализацию универсальной дизайн-системы для приложений компании. Поделюсь с вами опытом Тинькофф в том, как мы делаем универсальную дизайн-систему для, собственно, наших приложений. Рассмотрим борьбу с Legacy, в принципе, доклад будет достаточно такой лайтовый, поэтому, надеюсь, вам понравится. Итак, меня зовут Михаил, я с 2017 года занимаюсь Android-разработкой. В свободное время нравится копаться в UI Android. Меня уже хватило на несколько лет, на самом деле есть ощущение, что есть еще в чем-то развиваться. И с начала 2022 года я член команды CoreUI, Тинькофф, здесь вот есть мои контакты, да, кто захочет мне написать, добро пожаловать в мой Telegram. У нас есть в CoreUI команде несколько дизайн-проектов. Самое основное из них – это наша общая дизайн-система для приложений компании Тинькофф. Также есть смарт-поля для ввода пользовательских данных, кто регистрировался в нашем приложении или покупал авиабилеты, видел такие удобные поля, которыми прикольно пользовался. Также у нас есть вспомогательные модули для сканирования и распознавания документов, различные календари, форматирование денег, фотопикеры, то есть все то, что можно, в принципе, пошарить между несколькими приложениями, что мы успешно делаем. Но сегодня мы с вами поговорим про саму дизайн-систему. План деклада сегодня планирую следующий. Немножко о теории в самом начале. Зачем вообще нужна дизайн-система? Что мы в нее вкладываем? Какая у нас организация самой дизайн-системы и какие компоненты мы в нее закладываем? Немножко рассмотрим флоу разработки конкретного компонента вообще, что он из себя представляет. Дальше расскажу про то, как мы взаимодействуем с нашими интеграторами, то есть с разработчиками конечных приложений, и поделюсь с вами нашими текущими результатами и планами на ближайший портал или даже полгода. Когда вообще нужна дизайн-система? На самом деле здесь есть три основных причины. Первая – это у компании много проектов, подразделений. Возможно, у вас есть приложения, сайты, какие-то еще платформы, на которых вы распространяете свои продукты. И вы хотите сделать ваш продукт консистентным, чтобы вашим пользователям было удобно им пользоваться и не нужно было привыкать каждый раз к новому UX. Или же у вас уже есть UIKit, например, но нет какой-то единой библиотеки для разработчиков и нет понимания, как вы хотите и будете масштабировать ваши компоненты в будущем. Или же есть потребность масштабировать дизайны на сотни макетов. В целом все эти три пункта про нас. У Тинькофф сейчас более 10 мобильных приложений. Также есть веб-форма всех, причем, сервисов, которые у нас есть на мобиле. Поэтому для нас эти все три пункта более чем актуальны. И поэтому мы занимаемся дизайн-системой, собственно, в выделенной команде. Мы придерживаемся принципов атомарного дизайна. Эти принципы не новы, говорят о том, что разрабатывать дизайн-систему нужно от меньшего к большему. И вкладываем в наши компоненты следующие сущности. То есть первое, это самое мельчайшее, это токены. Это больше даже не компонент, а его спецификация. То есть то, как он должен выглядеть. В токены могут входить различные цвета, шрифты, тени, иконки. То есть все, что вообще описывает наш компонент. Мельчайшие компоненты начинаются с атомов. Это могут быть какие-то кнопки, бейджи, чипсы, лодеры. То есть все то, что, в принципе, мы уже не можем как-то декомпозировать. И делаем мельчайшими компонентами. Молекулы – это какие-то простые компоненты, которые состоят уже из нескольких атомов. Ну, например, это может быть какая-то ячейка, какой-то хедер с подзаголовком, notification tosts, то есть просто какие-то наборы из атомов. Организмы – это уже какие-то сложные компоненты. Например, это может быть карточка, которую можно наполнять каким-то контентом, который мы заранее определим в определенных правилах. Либо же это может быть какие-то bottom-щиты, которые также у нас являются шаблонизированными, тоже определенными правилами. И, собственно, это уже какой-то такой достаточно тяжелый составной компонент из нескольких, может быть, молекул, может быть, атомов, которые содержат еще определенные правила отображения. И последний, самый высокоуровневый компонент – это темплейты, шаблоны, то есть какие-то логически завершенные части экрана. Ну, самый яркий пример, который у нас сейчас есть в дизайн-системе – это онбординги, которые мы шарим, собственно, между всеми приложениями. Они там сделаны в виде отдельного фрагмента Android, и они могут наполняться различным контентом, вплоть до видосов различного дата-сурса, откуда-то доставать с сервера или у себя, то есть без разницы. Если с компонентами все более-менее понятно, что это просто какие-то Android-фьюшки, фрагменты, то очень интересно раскрыть тему токенов, что это такое. Мало кто об этом слышал, мало кто это использует в своих дизайн-системах. То есть токены – это какой-то набор констант, который специфицирует наши компоненты. Для них задается контракт взаимодействия, и наши токены мы описываем вот в такой JSON-структурке. И это выглядит достаточно удобно. Структура выглядит следующим образом. Первое – это сам токен, его категория. То есть, например, мы хотим описать цвет. Его семантика, например, мы хотим описать какой-то бэкграунд. И, собственно, значение самих токенов. То есть в значение может входить значение в светлой теме, в темной теме. Можно разделить также значение под iOS Android и написать какой-то комментарий. И с помощью кода генерации эта JSON-структура попадает в наше приложение. То есть в виде отдельного артефакта. Ну, на Android просто генерируется определенный ARNIC с Android-ресурсами. И этот артефакт в виде библиотеки уже поставляем в конечное приложение. Сейчас наши токены лежат все в монорепозитории. И мы научили дизайнеров наших закидывать нам мерж-реквесты. То есть если им нужно поменять какие-то цвета, они ползут в эту JSON-структуру и изменяют их сами. Таким образом, мы сократили время на изменение этих токенов. И достаточно на самом деле просто научить дизайнерам закидывать мерж-реквесты. Ничего там сложного нет. Здесь у нас также лежат коды генерации под Android, iOS и Angular. Ну и, собственно, сами токены, которые описаны в таком формате JSON-структура. Какие вообще бывают виды токенов? Первые токены – это такие internal больше. Они используются дизайнерами для того, чтобы создать какую-то внутреннюю структуру. Например, если мы говорим про цвета, это может быть какая-то цветовая палитра. Они используются уже для создания каких-то семантических значений, то есть семантических токенов, например, которые уже применяются в конкретных компонентах. Например, это может быть цвет нажатой кнопки, цвет кнопки в обычном состоянии. Вот можно описать его и стоит в той палитре, которая, собственно, была задана дизайнерами. Также мы в токенах храним все иконки, которые используются в наших приложениях, просто потому что в консистентном виде это выглядит намного удобнее. Например, нам нужно какие-то новогодние внезапно загрузить. Во всех приложениях появились новогодние иконки. Мы поставляем иконки также в виде двух вариантов. Первый – это артефакт Android Arnic. Для того, чтобы удобно генерить нам ресурсы SVG, мы написали такой скрипт, который с помощью, в общем, бегает по фигме, парсит эти иконки, как-то их трансформит в нужный вид, сжимает и закидывает нам мердж-реквест в GitLab. Мы его просматриваем, смотрим, что ничего не сломалось, опровим и релизим новый артефакт. В принципе, все, что нужно сделать для того, чтобы выпустить новый набор иконок. А второй вариант – это на self-host S3-сервер, развернутый нами, ну, чтобы загружать эти иконки в рантайме. Например, наши братья-айосеры страдают тем, что не могут… у них нет инструмента, который позволяет вырезать ресурсы во время сборки релизного приложения, поэтому какие-то большие иконки, они загружают с сервера. Ну, и плюс ко всему, если вам иконка заранее неизвестна, также можете ее истянуть оттуда же. Реализация код-гена выглядит таким образом, что у нас есть какая-то JSON-структура. С помощью решения от Амазона StyleDictionary мы описываем правила, по которым эта JSON-структура превращается в код. Сейчас мы генерим код на iOS, на Android в виде стандартных андроидовских ресурсов и также Jetpack Compose. Также мы еще генерируем до с недавнего времени ресурсы под Angular и некоторые, например, цветовая палитра, некоторые ресурсы у нас загружаются также в нашу фигму. То есть мы источником правды как раз держим наш репозиторий на GitLab. Что делать, если дизайнеры удалили какую-то иконку или удалили какой-то цвет, который мы использовали в семантике? Мы не удаляем его из библиотеки, поскольку мы очень не хотим ломать обратную совместимость. В случае, когда у нас какой-то ресурс исчезает, он помечается флажком deprecated true автоматически нашим скриптом, который генерит нам помимо нашего ресурса вот такой комментарий определенного вида. Комментарий – это не просто комментарий, он, конечно, служит каким-то маркером, что у нас ресурс задеприкейчен, но он еще подбирается нашим кастомным Android-линтом, и этот линт уже поставляется потребителям, которые видят, что у нас ресурс задеприкейчен, и можно переехать на новый просто с помощью Command-Enter. Очень удобно. О самом линте я еще расскажу чуть позже. А также мы для токенов реализовали витрину, в которой можно просто поиском по Ctrl-F найти нужный токен среди иконок, среди цветов. В ближайшее время мы планируем добавлять еще другие токены, всякие тени, то есть тем, кому нужно, заходят сюда, смотрят, и потом также по аналогии находят его легко в коде. Теперь немножко спустимся ниже. Я хотел бы рассказать про то, как мы вообще делаем наш компонент. Ну и начнем мы, конечно, с самого базового. Это с его спецификации. Спецификация на самом деле выглядит достаточно просто. То есть она состоит из двух описаний. Первое описание – это то вообще, что за компонент, что он из себя представляет, его состояние. Disabled состояние, enabled, например, на кнопке, что у нее может быть какие-то лоудеры, и всякие спецификации, то есть ее окружение, с чем она может взаимодействовать, как взаимодействовать, какие у нее могут быть отступы, размеры. Из этого мы уже примерно представляем, какой у нашей кнопки может быть API. А второй вариант описания – это для людей с ограниченными возможностями. Что мы включаем в это описание? Первое – это некоторые пользователи пользуются нашим приложением, в принципе, своим устройством, Android-устройством с увеличенными шрифтами. Некоторые компоненты могут перестраиваться из горизонтального вида в вертикальный, просто потому что там контент может не влезать. Поэтому мы также поддерживаем режим увеличенных шрифтов наших компонентов. А второе – это описание того, как наш компонент должен озвучиваться стандартными экранными ридерами. На iOS – это VoiceOver, и на Android – это TalkBack. То есть здесь мы описываем, что за компонент, что с ним можно сделать, и, в принципе, порядок озвучки стандартный, который поддерживается экранными ридерами. Так, теперь давайте рассмотрим. Ну, то есть мы спецификацию описываем достаточно в свободном виде, потому что компоненты разные, у них разная семантика, и каких-то жестких правил нет. Главное, чтобы было вот таких два описания. Теперь, что нам нужно сделать перед тем, как начать разработку? Конечно, спроектировать архитектуру нашего компонента. В нем такой нулевой шаг – это изучить legacy-подходы и спроектировать с них миграцию. То есть мы не хотим ломать обратную совместимость нашей UI-кит-библиотеки, и для этого этот обязательный шаг. Что мы в это предусматриваем? Первое – это миграция в коде. Ну, здесь все просто на самом деле. Мы помечаем старый компонент, если он у нас был деприкейтед аннотацией стандартной, котленовской, и говорим, что нужно переехать на новый. Каких-то дополнительных миграций мы здесь не пишем. Для XML есть решение поинтереснее. Здесь мы написали небольшую обертку для стандартных андроидовских линтов, которые позволяют нам переехать не только в рамках компонента, но также иммигрировать атрибуты, да, если есть какое-то определенное соответствие между старыми и новыми. Для кода мы таких линтов не пишем, потому что они отнимают очень большое количество времени. А для XML с помощью инструмента этого времени достаточно легко можно, в общем, написать эти линты. Второй вариант миграции в рамках одного компонента – это когда нам нужно промигрировать старые стили на новые. В этом нам также помогает наш деприкейшн ресурс с линт. То есть мы также пишем вручную комментарий определенного формата, наш линт его забирает, и наши клиенты у себя видят, что наш стиль старый за деприкейшн, и нужно переехать на новый. В принципе, они могут это просто сделать какой-то таской, да, грудловой линт фикс, которая автоматически нам там сама заменит все, что можно заменить. Как раз все деприкейшн ресурсы заменятся на новые, актуальные. Дальше, да, что нам нужно сделать, это изучить ограничения операционной системы в рамках реализации задуманной фичи. Ну, здесь на самом деле на ум идет пример с блюром, да, который до сих пор в Андроиде реализуется через одно место, поскольку надо использовать битмапы. Третье – это изучить код клиентских приложений. Ну, здесь на самом деле речь больше идет про разработку каких-то шаблонов, которые являются полноценными фрагментами либо активити. Здесь нам обязательно нужно задуматься о том, как наш компонент будет вписываться в архитектуру приложений. Например, если у ребят МВИ, нам нужно, соответственно, придумать подход, с помощью которого они смогут пробрасывать в наш компонент какие-то свои данные и изменять его в ронтайме. Четвертое, такой тоже опциональный шаг – это нарисовать UML-диаграммы. Это больше также применимо к шаблонам. Так мы, помимо того, что документируем наш компонент достаточно удобным образом, мы также делим нашу экспертизу с коллегами, чтобы они могли быстро разобраться в том, что мы написали, и помочь, допустим, какому-то проекту интегрировать наш компонент. И уже пятый шаг – это, конечно, спроектировать API с учетом известных ограничений на предыдущих шагах. Теперь самая такая интересная мясистая часть – что такое реализация нашего компонента, что мы вообще пишем, что о чем думаем, когда пишем код. Ну, начну немножко издалека. Давайте рассмотрим структуру нашего проекта. Пройдемся сначала по зеленым стрелочкам. Первый модуль в нашем проекте – это App. В нем лежит наша демка. Демка для дизайнеров, наших клиентов, потребителей и, в принципе, всех, кто захочет потыкаться в наши компоненты. Дальше зеленая стрелочка – это Docs.doc.plugin. Это такой небольшой плагин для ДОКа. ДОК – это решение для генерации документации. Мы генерируем с помощью этого плагина дополнительные странички, о которых я тоже сегодня расскажу. Дальше у нас идут два модуля с линтами. линт – это тот модуль, который поставляется нашим клиентам, а линт-локал – это тот модуль, который используем мы для своих линтов, чтобы контролировать у себя код. Дальше у нас идет фреймворк Storybook. Это фреймворк, с помощью которого мы реализуем нашу демку. Мы подсмотрели решение у наших коллег из JS, как они реализуют свою демку. Нам это решение понравилось, и о нем я тоже сегодня расскажу. И три основных модуля, над которыми ведется основная работа – это UIKit, UIKit Common и UIKit Compose. В UIKit Common у нас лежат какие-то общие вещи, а в Compose и UIKit у нас, соответственно, лежат компоненты под Compose, поскольку некоторые приложения у нас уже используют его в продакшене, и какие-то вьюшки, например, в модуле UIKit. А все остальные модули в нашей библиотеке, они деприкейтены. Почему мы не можем их удалить? Потому что все они, так или иначе, ну, большинство, зависит от UIKit. И если UIKit идет дальше, а те модули, которые деприкейтены, мы удалили, то мы можем в них сломать обратную совместимость. А поскольку эти модули до сих пор используются в частях Legacy самих приложений каких-то, то мы не можем пойти на такой шаг до определенного времени. Поэтому мы все еще и храним у себя, и поддерживаем. Что нужно думать, о чем нужно думать, когда мы делаем какой-то вью-компонент? Ну, конечно же, следить за его производительностью, внимательно следим за тем, какой у пользователя клиентский опыт, чтобы экраны не лагали, чтобы все работало плавно и быстро. Второе – это учитывать особенности его поведения в списках. Мы поймали на самом деле огромное количество проблем при работе с ресайклером, поскольку оказывается, что некоторые методы жизненного цикла у вьюшек могут не вызываться. Поэтому, пожалуйста, если вы делаете ваши компоненты и думаете, что они могут использоваться в ресайклере, изучите, как работает ресайклер, и что там происходит под капотом. Конечно же, используем свежие API операционные системы, потому что рано или поздно наш минус-дк останет именно им, и старый деприкейтед код мы просто с легкостью удалили. И, что очень немаловажно, мы следим за частотой API нашей библиотеки, потому что если мы что-то лишнее высунули наружу, чтобы не поломать обратную совместимость, мы также должны будем это поддерживать. Поэтому за этим мы очень внимательно следим. Какие вообще инструменты используем мы для того, чтобы писать наши вьюшки и компоненты под композ качественно? Первый — это Virtual Layout Framework. Это наш самописный фреймворк, который служит вот для каких целей. Ну, например, наши дизайнеры хотят сделать вот такую карточку, у которой есть вот такой хедер. У этого хедера вьюшки справа, аксессори, их назовем, располагаются по-разному в зависимости от типа вьюшки. Аватар располагается по центру хедера каким-то образом по вертикали, желтая кнопка по центру первой строки у заголовка, а синяя кнопка вообще по бейзлайну, заголовка. Тут нам приходит в голову каша, как же можем мы это сделать с помощью стандартных андроидовских вьюшек, что нам вообще делать. И придумали такое решение — дать каждой вьюшке определенную роль. Роль — это не что иное, просто ENAM, который определяем в layout-парамсах. И затем с помощью этого ENAM мы можем уже в иерархии нашего вьюгруппа достать непосредственно нужную нам вьюшку и соответствующим образом ее замежерить и залояутить в соответствии с теми требованиями, которые нам предоставляет дизайн. Для того, чтобы межерить и лояутить, мы используем такие очень легковесные обертки. Вся суть этих оберток заключается в том, чтобы как раз замежерить и залояутить вьюшку. То есть такая легковесная прослойка и замена стандартным андроидовским вьюшкам, вьюгруппам, просто они очень легковесные, да, и нам не нужно заново инициализировать вьюху. Кто залезал в конструктор вьюхи, знает, что он там больше тысячи строк, и кто знает, сколько это все дело выполняется по времени. Экономим на это ресурсы. И получаем в этом отличный бонус. Например, нам вот нужно, то есть нашим клиентам, каким-то ребятам из приложений, нужно сделать вот такую карточку, которая будет хедер, сеп-хедер и кнопка на всю ширину. Для этого они объявляют наш лояут свежеиспеченный, объявляют в нем какие-то вьюшки и просто используют наши роли. Больше им ничего делать не надо. То есть не надо каких-то свистоплясок с различными отступами. Они получают коробочные решения, и благодаря этому мы получаем очевидные плюсы в том, что мы экономим много времени для интеграторов, наш экран делать просто. Мы можем легко писать миграции. То есть, допустим, у нас дизайнеры передумали, мы деприкетим старые роли, добавляем новые и пишем миграцию старых ролей на новые. Все очень просто. Но такое решение очень сложно в поддержке, поскольку нам нужно знать, что у нас там поддерживают стандартные вьюшки, что в линии ралли-ауте там еще есть какие-то уэйты, различные ориентации, и желательно нам все это тоже поддержать в своем фреймворке. Рано или поздно нам это пригодится. Поэтому, поскольку все это реализовать сложно, мы думаем над тем, чтобы реализовать такое решение на Jetpack Compose деревьев. Мы не хотим использовать Jetpack Compose UI, потому что у него есть определенные деградации в производительности, в списках, например. И я думаю, это решение будет достаточно интересным. Следите за обновлением. Возможно, мы напишем какую-то статью на Хабре. Вот смотрите в наш блог. Думаю, что поделимся нашим опытом в будущем. Второе решение, которое мы используем, это уже о котором я говорил, да, деприкетить ресурсы с линд. Что это такое? Вот у нас есть определенный комментарий, да, определенного формата к нашему ресурсу в Android.xml. Из этого с помощью... Ой, простите, да. С помощью кастомной Gradle-таски эти ресурсы у нас попадают в специальный файлик, специального формата деприкетен.txt. И этот файлик просачивается в линд-модуль с помощью кастомной Gradle-конфигурации. Когда работает линд, он может посмотреть этот файлик, посмотреть, что у нас есть какой-то задеприкетенный ресурс, и сразу во время выполнения пометить его соответствующим образом, чтобы наши клиенты уже видели, что надо переезжать на что-то новое. Решение простое. Возможно, рано или поздно мы его выложим в open source. Очень полезное оказалось. Третий инструмент – это инструмент для проверки обратной совместимости. Это Kotlin Binary Compatibility Validator. Подключается как Gradle-плагин и позволяет нам строить API-дампы. То есть мы с помощью Gradle-таски прогоняем по всему нашему коду дамп, генерируем, или нет, дамп. Зеленые изменения свидетельствуют о том, что в нашей библиотеке появился какой-то новый API, а красные изменения говорят о том, что мы поломали обратную совместимость. И давай-ка ты там все меняешь, чтобы все работало как раньше, либо пиши какие-то migration-гайды. Вот контроль дампов. Мы сейчас встроили в пайплайны, и в случае, если мы, допустим, сгенерированный на нашем CI-дамп не совпадает с тем, что мы оформили в Merch Equest, мы получаем фейл на пайплайне, и нужно смотреть, что же мы там в итоге поменяли, и делать заново дампить, ну, вручную дампить и раскидывать это все заново в GitLab. Четвертый инструмент – это инструмент для фичи тогглов. Мы также соблюдаем принцип продуктового подхода и не делаем наши изменения незакрытыми. Ну и самое популярное решение – это опт-ин аннотации. Это те аннотации, которые позволяют нам пометить код, на который клиент должен будет явно согласиться, на использование которого нужно будет явно согласиться. То есть клиенту для использования нашего кода надо будет пометить аннотации опт-ин, что действительно мы хотим подключить к себе, допустим, какой-то экспериментальный компонент. Ну, обычно мы пишем, что мы не доделали в этом компоненте, либо почему он экспериментальный. Например, он еще не прошел дизайн-ревью. Такое тоже может быть. Что по поводу GitLab Composer? Первое, что мы с ним делаем, это заворачиваем в него реализацию некоторых вьюшек, фрагментов. В целом мы стараемся делать их один раз. И в этом случае мы можем сделать вот такую notification, с помощью GitLab Composer. Делается она очень просто. И завернуть ее в Composer View. Делаем достаточно мало вьюшек пока, поскольку для большинства вьюшек подразумевается использование в списках, а в списках мы все еще получаем по замерам небольшую деградацию в производительности. Мы пока не согласны на то, чтобы в этом терять. Но при этом, если у нас есть возможность сделать вьюшку на Composer, мы ее делаем, и затем это решение используем уже в самой Android View. Также мы вдохновляемся материалом для того, чтобы сделать нашу дизайн-систему на Composer. И делаем по аналогии такие же темы, как и у них. В теме мы проводим какие-то свои ресурсы. Там могут быть цвета, типография, различные тени, размеры и все что угодно. То есть точно так же, как и в стандартном материале. Что мы закладываем в тестирование нашего компонента? Как мы вообще, как разработчики, можем потестить нашу свежеиспеченную вьюху, ну и в принципе любой UI-компонент? Первое – это сделать ему демку. Потыкаться, посмотреть, что все работает. Второе – это попробовать интегрировать наш компонент в конечное приложение, посмотреть, как он работает уже на боевом окружении. И последнее – написать ему тесты. Для того, чтобы писать демку, мы придумали небольшой фреймворк, который позволяет нам в таком декларативном стиле описать нашу демку. То есть здесь мы получаем, объявляем, вернее, какой-то набор параметров, от которых зависит наш UI-компонент. Эти параметры у нас рендерятся на экран в виде определенных тогликов. И когда юзер меняет эти тоглики, мы получаем обновление в нашу лямбду и заново рисуем нашу вьюшку. Ну, на самом деле, даже не заново создаем, это уже достаточно старый год здесь. Там можно использовать какие-то апдейты, да. И наша вьюшка отрисовывает свое новое состояние прямо в рантайме. На самом деле, выглядит круто. И могут и наши QA, и дизайнеры, и мы сами, и другие разработчики потыкаться, посмотреть, как наш компонент выглядит. И помимо того, что мы реализовали демку достаточно удобную, мы также реализовали с помощью нашего фреймворка такую штуку, как скриншот тестирования. Что это такое? То есть в дефолтном состоянии мы снимаем скриншот нашей вьюхи, и этот скриншот отправляется на какое-то облачное хранилище. И затем, если мы что-то поменяли в нашей вьюхе, на CI-ке скриншот автоматически снимается, да, и сравнивается с тем, что у нас лежит на бэкэнде. И если они друг с другом не совпадают, мы получаем фейл, то есть либо нам надо будет явно опрувнуть те изменения, которые мы сделали, нам согласиться на это, либо же все вернуть, как было. Сейчас мы этот фреймворк постепенно расширяем, делаем так, чтобы можно было тестить юшку в различных состояниях, и также точно хотим его выложить в OpenSource, возможно, это тоже так же не за горами. Второй способ протестить нашу вьюху – это попробовать интеграцию в конечных приложениях. Что мы для этого делаем? Мы подключаем наш UI-кит с помощью Include Build прямо в приложение, меняем все имплементейшн, то есть все подключения нашего UI-кита с Nexus, то есть какого-то удаленного репозитория, на локальный UI-кит, и получаем огромное количество проблем с Gradle. Потом, например, там могут быть всякие разные версии Android Gradle плагина. У нас может поломаться configuration cache, всякие out-of-memory эксепшены, но при этом стоит заметить, что с каждой минорной версией Gradle проблем становится все меньше, и мы все чаще проверяем наши компоненты на интеграции конечных приложений, и таким образом избегаем большое количество ошибок на самом деле. Что касается тестирования, мы поняли, как разработчики можем протестировать наш компонент. Что нам нужно еще сделать помимо самого кода и протестировать его? Это же, конечно, написать документацию нашим клиентам. Документацию мы пишем в виде обычного JavaDoc. В JavaDoc мы включаем ссылку на Figma, наш компонент, описываем какой-то сниппет, который можно сразу вставить в код и увидеть, как наш компонент работает. Ну, то есть, смотрите, мы прямо описали наш компонент в XML, можно прямо отсюда скопировать нашему клиенту код и сразу посмотреть, как он работает. Уже на этом этапе на самом деле уходит половина вопросов о том, как наш компонент интегрировать, что он умеет делать. Дальше мы описываем атрибуты нашей вьюхи, что она умеет делать, различные ограничения, и последнее – это то, как она работает в X-A-Bility режим. То есть, в целом, надо ли там включать какие-то тогглы, что наша вьюха в целом умеет, умеет ли она перестраиваться, например. Эта же документация у нас рендерится также в GitLab Pages с помощью плагина Дока. Вот такой вот красивый вид, где тоже бережно хранится. А также мы на эту документацию генерируем вот такую табличку соответствия как раз с помощью этого плагинчика Додока, который нам показывает соответствие компонентов в Figma нашим классом в коде. То есть, мы просто партим вот эту ссылку, которая в самом начале Доджава Дока находится, и составляем вот такую удобную табличку соответствия. Клиентам начинает быть намного проще искать наши компоненты, и это очень удобно. Итого, наш готовый компонент состоит из подробной документации, самого компонента, демки для всех, кому можно, тестов. Иногда мы пишем также юнит-тесты, мы их сложно поддерживаем, поэтому мы в последнее время отказались. И адаптация для людей с ограниченными возможностями. Теперь давайте я покажу вкратце вообще, как наши клиенты могут интегрировать наши компоненты к себе. То есть, например, вот у какого-то обычного разработчика в Figma есть наша кнопка. Ну, он видит какой-то экран с нашей кнопкой. Ему нужно обратить внимание на такой специальный лейблик в Figma, что это кнопка из коры, и провалится в спеку, собственно, самой кнопки. В спеке он видит разводную ссылку на нашу документацию, переходит в документацию на Android, попадает на эту табличку, видит, что ага, надо подключить UIKit button, подключает нашу библиотеку и подключает сам класс. Все на самом деле выглядит достаточно просто. Сейчас мы уже интегрируемся с большинством приложений Тинькофф, я бы даже сказал со всеми, даже Jetpack Compose постепенно начинают использовать. Имеем более 30 готовых компонентов, на самом деле уже их достаточно больше, более 40, потому что презентация делалась не вчера. Мы очень сильно сократили время создания типового экрана, потому что в целом все типовые экраны теперь можно составлять из наших компонентов дизайн-системы. И, конечно, команда не использует выделенные под себя дизайн-системы, а использует нашу. И в этом плане мы также экономим большое количество ресурсов, собственно, нашей компании. Что мы планируем делать дальше? Это, конечно же, пушить, внедрение компонентов в приложение, писать для этого различные проверки, писать специальные ленты, чтобы проверять, что наши ресурсы используются. Об этом мы также будем сообщать, писать, возможно, вести какой-то блог. То есть за этим тоже следите. Мы собираемся развивать наш ресурс, чтобы ребята с приложения приходили и дорабатывали к нам, дорабатывали у нас наши компоненты. На самом деле это уже есть, и это успешно практикуется. Развиваем статус дежурных в каналах обращений, чтобы на день у нас был один человек, который отвечает на все обращения по нашим компонентам в отдельном канале нашего мессенджера. И мы в последнее время задумались на тему, почему бы нам не выложить нашу дизайн-систему в open source, и для этого нам нужно сделать глобальные изменения. Сейчас у нас токены зашиты на конкретно наш Тинькофф. Мы хотим отвязать реализацию токенов от нашей компании и попробовать сделать open source решение. Тоже к этому хотим прийти, и интересно, что из этого получится. Спасибо за внимание. Я буду очень рад вашим вопросам. Продолжение следует...